Привет, художник-смоленист! Наверняка ты видел кучу вот таких фотографий невероятного природного явления, которое я мечтаю увидеть, но сегодня мы с тобой его нарисуем. Итак, у меня холст есть, там была старая работа, я прогрунтовала ее темно-синей краской, но видишь, не укрывисто, не плотно, просто рукой прям промазала, где-то даже просвечивается нижний слой картины. Для работы нам нужно две кисти, плоская-широкая купила в строительном магазине и плоская-узкая. Акриловая краска прям ярко-салатовая, белый акрил должен быть плотный и фиолетовый акрил. И сейчас тонкой кистью, слегка смоченной, наношу достаточно густенько вот такие червяки акриловой краской. Сначала яркий цвет, который будет проходить через белый. Ты можешь, вот как я, сделать такой салатовый, можешь еще туда добавить фиолетовый. Теперь смачиваем кисть, чтобы получить акриловой краской растяжку, как вот на фотографиях, ты тоже видела это, и даже в работах. В основном северное сияние рисуют маслом, потому что акрил плохо расходится. Но пока он живой, если у тебя в комнате не жарко, если жарко, выключи кондиционер, и кисть смочена не сильно, мы растягиваем наш акрил. Нам придется это делать в два этапа, потому что с первого этапа акрил не поддается сильно хорошо. Но хорошо смоченная кисточка, пропитанная в салфетке, чтобы влага сильно много не уходила на картину, даст акрил, размягчит его и вытянет те цвета, которые нам нужны. И видишь, я делаю это не прям идеально ровно, как по линии рисовала. Потому что, если ты присмотришь, северное сияние, оно такое, оно ступенчато рассеивается, не идеально ровно. Поэтому придется, вот смотри, я хорошо смачиваю кисть, еще добавляю цвета, как вначале делала тонкой кистью, сейчас захотелось мне добавить такого нежно-голубого. Тоже его достаточно густенько наношу, но тут нужно прям середина, должно быть густенько, но не прям вот, знаешь, как мастихином накладывают. Все равно, вот видишь, просвечивается у меня моя полосочка. Потому что, если ты сильно жидко нанесешь, сильно скупо, то у тебя и не отдаст краску. А если ты нанесешь чересчур густо, вот как у меня в правом углу, видишь, вот это пятно огромное, то краской прям плотно ляжет. Она же все равно должна прозрачная. Вот слева, посмотри, как у меня прям хорошо отдалась краска. Этот урок специально я записываю для того, чтобы показать, что такую технику северного сияния можно нарисовать и акрилом. Повторюсь еще раз, потому что в основном, не в основном, а в процентах 100 и 1 его рисуют маслом. Почему маслом? Потому что маслом проще вот эти все переходы. И они гораздо прозрачнее и тоньше. В следующий раз я прорисую маслом и покажу тебе, как маслом работать. Но сейчас это прям вот школьный вариант прорисовать акрилом, потому что это быстро, потому что это эффектно и потому что это легко все сделать. Северное сияние мы набросок сделали. И теперь поменяла кисть, взяла тоненькую плоскую. И из замеса, которым я делала светло-голубым с бирюзовым, чуть-чуть туда добавила черный. И делаем неровную речку. Это будет вообще такой пейзаж ночной даже. В реке будет отображаться северное сияние и будет заснеженный вид. Там домик будет с беседкой. Но сейчас мы рисуем неровный бережочек. Берег оформляю чисто черным. Если ты хочешь, чтобы он был более фактурным, смотри, наноси на один угол кисточки белый цвет, а на один угол черный. И прорисовываю вот так вот ровненько по контуру своего берега. Тогда у тебя будет эффект, как будто, знаешь, вода чуть-чуть приподнялась, потом растаяла и след остался. Можно такую хитрость сделать. Не смотри, что у меня неровность на реке. Это от старого рисунка, который я закрасила. Это не какая-то специальная техника была нарисована. Теперь я беру той же кистью, которую я рисовала, не вытираю ее снова, а просто беру, так как она еще грязненькая, она будет отдавать чуть-чуть эффекта грязно-бирюзового, я набираю белый. И у меня получается снежок грязный такой. Почему я так делаю? А в северное сияние увожу, видишь, прямо в цвет северного сияния. Потому что это вечер, и сейчас прямо ночь даже, и она светится, картинка, и снег светится за счет северного сияния. То есть снег не может быть чисто белым, как мы его видим в дневное время. Поэтому обязательно прорисуй через черный. Сейчас я попробовала прорисовать северное сияние, его блик на воде. И потом вспомнила, что блик, он же не делается так же, как на небе. Он же в воде рассеивается просто вот такими вот, как горизонтальными линиями. Поэтому закрасила заново. Благо акрилом это можно все сделать, маслом пришлось бы это все растворителем убирать. Закрашиваю заново реку. Не повторяй, пожалуйста, этот шаг и эту ошибку за мной, потому что это была ошибка. И теперь просто такие кракозяблики светло-светло-салатовым и белым делаю. И широкой кистью буду их растягивать горизонтально, туда-сюда. Ну вот сейчас ты увидишь. Если бы у меня был холст побольше, если бы у меня река или море или гладью заканчивалась картина, то в принципе можно было бы отобразить полностью рисунок сияния. Но так как у меня река маленькая, узкая, то лучше сделать вот такой кракозяблик и растянуть его горизонтально в две стороны. Поменяла салфетку, потому что она от толстой кисти, от широкой очень сильно пачкается. И с обратной стороны тот же снег рисую по такому же принципу грязным. То есть через белый смешиваю с голубым и с черным. Сразу же прорисовываю, посмотри, вообще халатно и не особо стараюсь прорисовываю домик. Вспоминаем школьное наше рисование, вспоминаем, как рисуются крыши, как рисуется забор. Вот сейчас нам это все пригодится, будем рисовать домик. Вы можете без домика делать, вы можете сделать со снегом, вот такими таявшими камнями и кочками. И можете добавить туда просто лес и деревья. Вы можете добавить горы, можете просто снег оставить. То есть тут уже полет фантазии ваш. И вот самое клевое в этой работе, что ты ее можешь как так оставить, и она уже в принципе готова и продажная. Или ты можешь ее дорабатывать сколько угодно и делать, и усовершенствовать ее еще лучше. Все зависит от твоего каприза и твоего желания. Но главное я тебе показала, как сделать вот этот разворот северного сияния. Где-то ты можешь взять чисто белый цвет, как я сделала, на крыше и за домом. Так ты обозначишь, знаешь, как блик сугроба. То есть у нас же снег, он объемный, он шапочками ложится. Вот где-то чистым ты можешь обозначить. Но сильно не увлекайся, потому что помнишь, да, что это прямо вечер-вечер. Но в принципе никто тебе не мешает сделать это и дневной картиной. И сейчас по поводу деревьев. Всегда рисуй разные толщины, разные прозрачности, разные плотности. И вообще желательно, чтобы ты еще и рисовал разными кистями. Потому что одна кисть, у нее диапазон тонкости и тонкости одинаковый. Поэтому можно прорисовать тонкие плоской кистью, а толстые взять пошире кисть. Как рисуются елки? Вот меня в школе рисовали так елки. Мы не рисуем, как вот, знаешь, в детском классе ты рисуешь зигзагом ступенчато на уменьшении. Нет. Я беру ту же плоскую кисть и просто сначала рисую прерывисто палочки. Знаешь, как антенки на телеграммном столбе или на столбе с светом. Вот просто ровные палочки прорисовать, но разные длины. Естественно, к низу они увеличиваются, а к верху они уменьшаются. И хаотичными движениями просто кляксы ставить по этим палочкам. И тогда у тебя будет эффект, что лес пышный. Лес где-то там он подальше, где-то поближе у тебя создается. Ведь нашему глазу нужен только легкий намек. Нам не нужно прорисовывать прям точно все шишечки, все елочки. Нам нужно дать какой-то намек на картину, и сам человек уже придумает какую-то картину, что он хочет видеть. И когда я закончу с деревьями, я замешала эпоксидную смолу, дала ей настояться, и сейчас перекрою реку. Посмотри, что у меня получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!